Дорогие друзья, сегодня у вас в гостях Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Перед занавесем четыре традиционных персонажа итальянской комедии «Мазок». Представление сказки Карла Гоцци, принцесса Турантот начинается! Позвольте представиться! Тарталья! Сегодня я буду играть роль великого канцлера при дворе Его Величества Императора Альтоума! Николай Гриценко. Панталоны! Буду играть роль секретаря Его Величества Императора Альтоума! Юрий Яковлев. Приделок! Буду играть роль начальника придворной стрессы! Михаил Ульянов. Труподино! Буду играть роль начальника Евнуха! Карема принцессы Турантот! Эрнест Зорин. Парад! На просцениуме появляются все участники спектакля. Женщина в бальных туалетах, мужчина во фраках. Это естественно, ведь сегодняшняя наша встреча праздник для нас. И нам хотелось бы, чтобы вы почувствовали это. Беру на себя смелость представить вам всех исполнителей сегодняшнего спектакля. Роль принцессы Турантот исполняет Борисова Юлия. Роль Калафа, князя Ногайских татар Астраханского, исполняет Лановой Вася. Да знаете, не просто Вася, а Вася Высочество. Роль рабыня Дельмы, татарской княжи, соперницы принцессы Турантот, исполняет Максакова Людмила. Роль Зелимы, подруги принцессы Турантот, исполняет Райкина Катя. Обе, ну, никакого отношения к своим родителям не имеют и двигаются по нашей сцене своим ходом. Ответственнейшую и, в общем, очень намекла клавиатурную роль самого настоящего императора Альтома исполняет Дадыка Миша. В русском языке только три слова оканчиваются на «ка». Это Зайка, Кулипяка и Дадыка. Роль Тимура, хана Астраханского, отца Калафа, исполняет Кацинский Толя. Роль Бараха, воспитателя Калафа, он же Гасан, исполняет Дунц Харри. Роль Скирины, матери Зелимы, исполняет нехлопоченко Нина Аполлоновна. Нина является родной дочерью, как вы сами догадались, самого настоящего Аполлона. Роль Измаила, друга одного из казненных женихов, принцессы Турандот, исполняет Федоров Евгений Евгеньевич. Это тот самый Федоров, который в прошлом году играл ту же самую роль. Остальные актрисы исполняют роли рабы, принцессы Турандот. Но это, конечно, всё угнетённый класс. Остальные артисты исполняют роли мудрецов дивана. Вот они у нас какие. Вот видите, во фраках, в крахмальных рубашечках с бантиками. Это всё, конечно, научные работники. Спектакль поставлен в 1922 году Евгением Багратиончем Вахтанговым. Декорации Игнатия Невинского и Виноградова, музыка Сизова и Козловского. Спектакль восстановлен Рубеном Николаевичем Симоновым. Оркестрик у нас небольшой и, в общем, никакого отношения к музыке не имеет. Я окончил, и вот мы начинаем. Взвивается занавес. Актёры начинают переодевание. Взлетает в воздух разноцветные лёгкие ткани и, опускаясь на плечи актёров, становятся костюмами. Мы превращаем обыкновенный шарф в траурный плащ Адельмы, соломенную крозину для фруктов, старинную шляпу, украшающую голову мудреца. Скатерть становится одеанем Хана Тимура. И мы верим, что это так. Нам помогает сила нашего воображения. Ведь без него не может быть театра. Маэстро, мы готовы! Вот мы начинаем, наша песенка простой. В царство сказки превращаем, мы сейчас в помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья. Среди нас четыре маски. Это я! Я! Актёры покидают сцену. Простите, это шутка нашего оркестра. Ну вот, мы не вправе были отказать им в этом. А теперь представьте себе улицу сказочного восточного города. Появляется барах. Прежде всего, он кланяется зрителям. Так будут делать все. А вот и принц Калов. Как он прекрасен. Фраг, белый тюрбан, небрежно наброшенный на плечи короткий плащ. Принц слетует шпагой зрительному залу. Хвала богам! Судили здесь, в столице, мне душу добрую найти. Что вижу я? Мой князь Калов! Возможно, льжи и пища. Барах! Мой князь! Мой господин! Тебя ли я вижу? Увидеть вас в живых и здесь. Молчи, не выдавай меня. Но как ты сам попал сюда? Берением самих богов, я думаю. Коль с вами здесь мне встретиться пришлось, садись, говори. Когда под Астраханью я нашел разбитым все наше войско, и татар ногайских я увидал бегущими в расстройстве под натиском хивинского тирана, который так жестоко обладел всем нашим царством некогда богатым, я скрылся в Астрахань, страдая от тоски и ран. И там узнал, что царь Тимур, родитель ваших, и вы, мой князь, вы оба пали в бою. Тогда рыдая побежал я во дворец, чтобы спасти Эльмазу, несчастную родительницу вашу. Но было поздно. В город беззащитный уже входил неистовый султан с войсками, и мне пришлось бежать из города. Шесть месяцев я шел, и, наконец, пришел сюда, переодетый персом с именем Гасана. Здесь случай свел меня с одной вдовой, несчастной, беззащитной. Помочь ей удалось, продав часть драгоценностей, что захватил с собой. Она мне нравилась, была мне благодарна и сделалась теперь моей женой. Она меня считает еще персом, зовет меня не Барах, а Гасан. В сравнении с былым мой жребий жалок, но в этот миг богач я и счастливец. Тимура, хана, сын, питомец мой, сам князь, кала поплаканный, как мертвый, здесь предо мной живой. Ну, как вы живы? Как очутились здесь? Не называй по имени меня. Садись, говори. Когда сражение проиграно под Астраханью было, и царства мы лишились, во дворец я поспешил с отцом. Мы там собрали, что подруга попалась из сокровищ, и вместе с матерью моей бежали. Но жив ли он еще и ханша? Живый. О, хвала бога. Мы кое-как дошли до Харасана, и там, в садах у хана Кайкобада, я за работу черную взялся, чтобы с голоду не умереть. Однажды меня увидела княжна Адельма, и чувство в ней проснулось к чужестранцу нежней, чем бывает сострадание. Разбит был Кайкобад, и уничтожен весь род его, утоплена Адельма и семь сестер ее, а мы бежали, скитались с долгом, и, наконец, пришли в Берлу. Там заработком скудным носильщика кормил четыре года я, мать с отцом. Не продолжайте, князь, теперь пора забыть все те невзгоды. Вас в одеянии богатом вижу, так значит, счастье вам улыбнулось. О, да, оно мне улыбнулось. Слушай, у хана улетел любимый кречет, и его поймать мне удалось. Я птицу доставил хану сам, и он спросил, кто я таков. Ему себя я выдал за бедняка-носильщика, который отца и мать трудом тяжелым кормит. Он их велел принять в приют для бедных. О, боги! Да-да, барах, твой хан Тимур и ханша в приюте нищеты. Но слушай дальше. Мне кошелек, вот этот, хан вручил, дал мне коня, оружие и одежду, и я с отцом и матерью простился. И вот в столице я, не узнанный никем, за сотни миль от родины далекой. Я поступить солдатам в войско хана здешнего хочу, хочу быть гордым. Не знаю я, какое торжество причиной наплыва чужестранцев. Я в караван-сарай попасть не мог, все занято. В той хижине убогой дала приют мне женщина одна. О, моя жена? Ужель, скажи спасибо своей судьбе за добрую жену. Теперь прощай, я в город направляюсь. Хочу взглянуть, какое торжество причиной наплыва чужестранцев. Остановитесь, князь! Ужель вы в силах свидетелем быть ужасов таких? Мой благородный князь, город этот, арена кровавых дел. Кровавых дел? Не понимаю. Ужель вы не слыхали, что ту рандот, принцесса, дочь, единственная хана, повергла в скорби слезы всю страну? Да, кое-что слыхал я в Харасане. Народ болтал, что князь, сын Кайкобада, погиб у вас в столице странной смертью. Что от того война его сгорела, с которой сгубила Кайкобада. Но мало ли что народ болтает глупый. Я от тебя рассказа жду. Принцесса прославилась умом и красотой, которую не в силах описать художники. Ни кистью, ни резцом, хотя ее изображений сотни. К несчастью, такое отвращение к замужеству она питает, что князья знатнейшие и даже ханы тщетно руки ее искали. Слыхал это я и посмеялся над сказкою нелепой. Я слышал, что отца издать указ она просила, которым свататься к ней разрешала с всем ханам и князьям, с одним, однако, лишь условием. В присутствии дивана, придворных всех и хана самого, три должен отгадать жених загадки, которые предложит Турандот. И если жениху удастся это, то вместе с Турандот получит трон, а если нет, его казнят. И клятвую скрепить указ отца она просила, тогда скажи конец мне этой сказки. Хотел бы я, чтобы это сказкой было. Я не могу тебе не верить. Значит, такой закон был издан? Но безумцев ведь не нашлось, чтобы головой играть. Сгляните, князь, вот головы несчастных. Казнённых смельчаков. Ужасный вид. Находятся ж глупцы, что головы свои сложить готовы любви чудовища такого ради. Не говорите так. Увидеть стоит лишь кому-нибудь её изображение. Повсюду есть они, как он всецелого власти чар волшебной красоты. И глух, и слеп к опасностям идёт на всё, чтобы ею овладеть. Одни глупцы. Нет, нет. Сегодня вот должны казнить из Самарканда князя. У мне его не видел свет. Сам хан в отчаянии. А турандот не тронуть. Вы слышали, мой князь? То казнь уже свершилась, чтоб зрелища ужасного избегнуть, я и ушёл из города. Ужасно, неслыханно. И как могла природа такую женщину создать? Моя жена имеет дочь. Прислужницу всырали. О госпоже её жестокой мы многое слыхали. И дивились. Да будь я хан, я сжёг бы эту ведьму. Вот князя, друг, несчастный из моих. Измаил в горе. Что не мешает ему любезно поклониться публике? Него уж нет. Зачем удар смертельный не на мою полголу. Как же вы могли ему позволить на гибель верную идти? Ужель я заслужил упрёк такой? О боги! Остерегал, молил и заклинал его, как долг и дружба мне велели. Не внял он мне. И рок его увлёк. Успокойся. Будь философом. Он умер. И я был тут. При нём. Последний миг прижал губам и поцелуями осыпал страстно проклятое её изображение. Затем склонил колени. И свершилось проклятое сто крат изображение лежи в пыли. О, если бы с тобою я растоптать мог её. Нет, не могу я в Самарканд вернуться. В пустыню скроюсь я глаз людских оплакивать возлюбленного князя. Вы слышали, мой князь? Я в изумлении, в смятении, в ужасе. Как может бездушное изображение так очаровывать? Мой князь, о боге, что делаете вы? Изображение хочу поднять с земли. Хочу взглянуть на эту красоту, что смертью дышит. Нельзя позволить вам! Успокойся. Да сильнее становился я женской прелести рабом. Тем более в одно мгновение. Так неужели же бездушные черты сильней быть могут, чем красота живая? Успокойся, не до игры любовной мне теперь. И всё же, мой князь, остерегитесь. Довольно же, барах. Меня ты оскорбляешь. Аллов поднимает портрет. Барах. Послушай. Барах. Не может быть, чтобы этот дивный небесный лик лучистый кроткий взор и нежные черты принадлежали бы чудовищу без сердца, без души. Несчастный князь, бросьте, проклятый этот образ. Напрасно всё, напрасно речи тратишь. Небесный лик, зовущие уста, глаза, как у самой любви богини. Барах. Послушай. Теперь или никогда пора настало мне испытать судьбу. К чему влачить такую жизнь? Нет. Или одним ударом завоевать прекраснейшую в свете и с нею трон. или покончить разом с презренной и ненавистной жизнью? Барах. Ведь прежде, чем умру, увижу воочию я этот дивный небесный лик. О, взгляните, князь Калаб! Вот голова несчастнейшего князя глядит на вас и вас остерегает. Бедный мальчик, какой же тёмный дух непобедима меня влечёт во след на гибель. Не надо слёз, Барах. Ильня, плакал ты меня давно, как мёртвого, ступай и никому не выдай, кто я. Прощай. Нет ни за что! Жена, ко мне! Скорей на помощь! Мой гость несчастный идти отгадывать загадки хочет. Погибнет он! Так это вы, мой гость! Ну что же вас, любезный юноша, толкай по руки смерти? Портрет красавицы! Ну кто же мог вам дать портрет её ужасный? Чистый случай! Гасан! И вы, Скирина, мой кони кошелёк на вашем попеченье. Ничем другим в убогой нищете я выразить вам чувства не сумею. И если вам не жаль, отдайте часть из этих денег на святые жертвы богам небесным и на помощь бедным. Пусть за несчастного помолятся они. Прощайте! Мой князь! Мой господин! Твой господин? Так этот юноша тебе знаком. Скажи, кто он? Не любопытствуй. Не только это золото! Я всё отдать готова за бедняжку на добрые дела. К тому же он прекрасен. Благородный человек высокого рождения, дорог он и мужу моему. Пусть так и будет. Ай, три сотни кур и столько жреб причных к великому снесу бергенгузину. А в жертву гениям ай, кордин овощей и риса. Да будет благосклонен к пальбам жрецов всевядущий конкурный. Появляется Бригелла, начальник королевской стражи. Эй, слуги! А вот и слуги про сценеума Цани. О, это всемогущие люди. Они могут мгновенно перенести нас из одного места в другое. В любое, куда хотите. Короче, они на наших глазах переставляют декорации. Слуги! Превратите улицу в зал для заседаний. Здесь поставьте трон для императора Альтоума, а здесь для принцессы Турандот. И смотрите, чтоб мебель была импортная. Здесь будут чудеси-рабыни, здесь мудрецы дивана. Ну, для них мебель можно попроще. Эээ, так. За навеску! Влетает перепуганный Труфальдино. Бригелла! Ну и что? Ужас! Ужас Бригелла! Попрошу меня не пугать! Почему такое обобщение? Ужас! Отдельный недостаток у нас есть. Что ты тут, понимаешь, бегаешь, панику разводишь? Бригелла! Народ взволнован! Да ерунда, Труфальдино! Народ безмолствует! Мы еще в школе проходили. Нет, Бригелла, на сей раз народ требует! Ну, чего он требует? Чего он требует? Чего ему не хватает еще? Брака! Да бройте! Брось ты! Брак у нас есть своего достаточно. Ну, Бригелл, он требует брака совсем в другом смысле. Какого? Ну, в смысле, я другому отдана и никаких гвоздей. А при чем тут гвозди? Ой, ну как бы тебе объяснить? О, вот, например, твоя мама А при чем тут моя мама? Слушай, ты можешь меня не перебивать? Ну? Твоя мама наверняка была замужем. Если бы твоя мама не была замужем, тебя бы не было. Да моя мама не была замужем, а я есть. А как ты ухитрился? А, синтетически, из смолы. Ага, это заметно. Ну, я не понял. Ну, что ты мне хотел сказать? Я тебе хотел сказать, что прибыл новый принц и требует руки и сердца принцессы Турандот. И все. А что, мама? Эх! Ты бы оборочил голову. У нас гораздо интереснее новость. Ты знаешь, что мы сегодня играем спектакль принцессы Турандот в одну тысяча двести шестьдесят пятый раз, да еще на радио. Тысяча двести шестьдесят пять спектаклей, да еще на радио. Тысяча двести шестьдесят пять, как отдать, и вот во всех лично играл я. Ага, не может быть. А я тебе говорю, играл. Нет, а я тебе говорю, играл. Слушай, а когда же ты успеваешь сниматься в кино? Э-э-э-э, в антрактах. О-о-о. А кого ты играл? Ну, Господи, Боже мой, я все-таки как-никак начальник придворной стражи, так сказать, номенклатурное лицо. Я, конечно, играл главные роли. Нет, 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 ты мне ответил на вопрос. Какие роли ты играл в кино? Да ты в кино-то ходишь? Ну, хожу. Ну, что-нибудь смотришь? Иногда смотрю. Смотришь? Да. Ну, теперь посмотри на меня, и ты сразу узнаешь, кого я играл. Софи Лорен. Точно. Слушай, а небось тебе трудно было входить в образ Софи Лорен. Да ерунда, мне что войти в образ, что выйти, это раз плюнуть. Я иной раз дней по пять хожу, перевоплотемшись и ничего. Ха-ха-ха-ха, а Софи Лорен, женщина, лобкой я тебя подловил. Да я же не говорю, что я ее играл, я с ней играл. А-а-а. Бригелло Вестраяни, брак в итальянский, ты видел? Нет, к сожалению, не пришлось. Слушай, Бригелло, а о чем это? Ну, Господи, может быть, там о браке. Не о нашем браке, не о нашем, а о браке по-итальянски. А Софи Лорен играет там роль такой простой, такой трудовой женщины. Понятно, понятно. Подожди, а общая идея какая? Общая идея очень глубокая. Нет плохих профессий. Главное, добросовестно относиться к своему труду. Главное, добросовестно относиться к своему труду. Приближается император. Трофальдинакс, за мной! За гору! Тем временем, слуги превратили улицу в зал для заседаний. Появляются мудрецы. Очень серьезные. Очень важные. На их лицах выражение сосредоточенности. Они в заботе о благе государства. Потому они мудрецы, что много думают. А говорить им тут не разрешается. Только думать. А вот и его величество, император Альту. Он быстро сменит по направлению к трону. Тартали и панталоны несут шлейф королевской мантии. Впрочем, это не мантия, а обыкновенные портьеры. Но если актер верит, что это королевский наряд, то и мы верим. Да, это настоящая горностаевая мантия. Император водружается на трон. Рядом с ним тарталия, панталоны и бригелла. Начинается тронная речь. О, верные мои! Мудрецы чинно кланяются императору. Да коли буду страдать и мучиться. Мудрецы вновь кланяются. Едва один несчастный принц успел расстаться с жизнью, И его кончину оплакал я, как вот другой явился. Новый скорбью мне сжимает грудь. Узлая дочь, рожденная на горе. Что толку проклинать теперь тот час, Когда я дал торжественную клятву великому конфуцию Исполнить мной изданный декрет. Нарушить клятву я не могу. Нет, это неудобно будет нарушить клятву. Жестокости дочерней предела нет. И недостатка нет в глупцах упрямых, В дочь мою влюбленных. И некому советам не помочь. Мудрецы качают головами, Разделяю горе своего повелителя. Министры думают. Томительную паузу прерывает Панталоны. Панталошечка, по-моему, ты что-то сказал. Я говорю это, а я не понял, что ты сказал. Ну так я же старую играю. У меня совсем почти зубов нету, Поэтому ты ничего не понимаешь. Понятно? Понятно. Ну вот я и говорю, так и тень, ну и тесноту, и тесноту, и тесноту, и тесноту, и тесноту, и искусство. Смело сказал, а главное, вовремя. Ну и действительно, ваше вещество, Штатов мы с вами пырыны, пыныры сдували, А в общем-то советам-то побочь некому. Вот, слышь, старик, я считаю, что у нас очень большой этот самый диван-кровать. Академик на академике сидит, и не академиков выгоняют. Я бы их наполовину сослал в глубинку. Да ты что, Тарталья, с ума сошел? Да никуда же они из столицы не поедут. Они же все очень любят столичную. Что? Жизнь. Ах, жизнь, ну да, а я-то думал что-нибудь другое. Не-а. Да, Антолоша, да, но наше величество, ведь он же очень просил дать ему совет. Ну и что же, вот ты давай совет, а почему-то я, почему-то, а почему-то я ему должен давать совет. У меня сегодня голова выходная. Я вчера очень напряженно умственно работал. А ты у него в роли великого канцлера, на вроде этого старого. Один на уйра. Панталошка, ты что же меня так жестоко оскорбляешь, а? Что я тебе такого плохого сделал, а? Ведь я же не говорю, что ты чомба. Кто сказал, бомба? Ты панталона, а? Да уйди ты и бригела отсюда, вот. И вообще, я даже, ваше величество, я даже не знаю, где вот такие, как панталошка, родятся. Ну и где родятся, я же, я же знаешь, где родился. Да. Я же знаешь, где родился. Я же в этой, как ее, это, на букву Х. Ну, конечно, симки ховрина. Да ничего, потом два. А может, хорошо во мне вне кем? Да ну тебе, честное слово. Ну это, ну как же это, на букву Х, это, господи ты, боже мой, едят тебя мухи с комарами, ну это же, ну. Во, в этой, в Хавлоренции. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, ой, разбешил ты меня, панталошка. Ну как же ты такое можешь сказать, а? Нет, я уж на твоем месте сначала бы уж говорил, а потом уж думал. Ну как же ты говорил, что ты родился в какой-то вахлывалой. Вахлывалой. Ведь ты же рязанский. Да ничего подобного, я совсем из другой деревни. Тарталья. Да, ваших. Посетили ли вы несчастного искателя? Так, точно, ваше лицо посетил. Не посетил. Так, точно, ваше лицо посетил. Не посетил. Посетил? Ну, не посетил. Панталоша, ну ты что ж ко мне привязался? Ну ты что ко мне? Ведь я же не тебе, а царю доклад делаю. И вообще, Панталоша, ты в последнее время очень много об себе стал. Воображать. Ты, наверное, думаешь, что я умнее тебя. И вот это совсем еще неизвестно. Это еще нужно доказать. Так, точно, ваше лицо посетил несчастного искателя. Вот что я хотел сказать. Пусть новый принц войдет сюда. Попробуем его отговорить. А вы, мужи ученые дивана, и вы, министры милые мои, помогите, когда мне горе утомит уста. Да и это мы подмогнем, ваше величество, не сомневайся. Входит принц Скалов. Преклоняет колено пред императорским троном. Встань, юноша неосторожный. Скажи, несчастный, откуда ты и чей ты сын? Позволь о том мне умолчать, властитель. Во, сразу и нагрубел. Ну, как ты можешь, скрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью? Природный принц перед вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение и имя хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я о милости прошу дозволить мне остаться неизвестным. Я эту милость дарую тебе, о храбрая душа, и я тебя о милости прошу. Не заставляй меня твой труп оплакать и ненависти к дочери моей не разжигай в сердцах, а вместе с ней ко мне за то, что я родил ее. Ой! Упрямую, пустую, источник горести моих и слез. Ну, не надо. Ну, не надо, ваше листво. У вас же гипертония. Довольно, Решет. Тихо, 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 тихо. Довольно ременье. Тихо, Панталовска, тихо. Не надо его так принципиально критиковать. Не надо. Довольно тебе, идиотка. Тихо, вы... А ты чего туда-то лезешь? А ты чего, пихаешься? Пихать! Вы же трон пошатнули! Я тебя пихну. Ты что его лупсуешь? А ты чего, пиханька, полюганька? Ты что, не знаешь, кто это сидит? Ведь это же царь. А ты его лупсуешь. А ты вообще царь или не царь? Царь. Ну, он же, слышишь, он говорит, что он царь. Ведь ты же у него выколотишь все царственное. Как же он тогда царством будет управлять? Я считаю, он старенький и пускай немного пахнычет. Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруге, либо пусть пресечется жизнь. Иль Турандот, иль смерть. Ваше Лиджество, мы сейчас с Тартальей попробуем этого мальчонку отговорить. Со мной, да? Вот, спасибо тебе, подоложечка. Ваше Лиджество, постерегите, пожалуйста, портфель. Хорошо. А уроки я после сделаю. Иди сюда, Тарталья. Панталоша, я, ты, думаю, сказать ему так. Нет, так мне не нравится. Давай мы ему скажем это. А ты знаешь, по-моему, это опасно. Почему? А давай ему скажем просто, но с намеком. Ну что, это можно, это можно, это можно, но не нужно. Давай мы ему лучше скажем так. Си-сёс, а-си-си, сасу-си-за. Правильно. Вот это сразу ясно. Вася Высочество, вот мы сейчас втроём загадаем вам наши маленькие загадочки. И как только вы их отгадаете, как только вы их отгадаете, ой, как только вы их отгадаете, вам тогда будет совсем легко отгадать и Турандоткины загадочки. Да, Вася, Вася Высочество, это будет вроде КВН. А что такое КДН? КВН, КВН, это клуб весёлых и назойливых. Ну, значит, первая загадочка будет такая. Почему верблюд не ест ваты? Вот никогда никто не догадается, и ты, Панталожка, и ты, Бригелка. Почему верблюд не ест вату? Да, почему? А я знаю, почему. Потому что в ней нет витаминов. А мне никогда их не было. А я догадался, я догадался. Потому верблюд не ест вату, что не всегда бывает в аптеках. Вот и неверно. Вот и вчера выбросили. А верблюд не знал. Ну, так почему верблюд не ест вату? Ну да. Да просто не хочет. А, Вася, высочество, а теперь будет следующая загадочка. Что такое начинается на Э, кончается на Х. Я сразу догадался. Ведь это же очень просто. Ну, давай. Панталожка, это будет Эх, дороги. Да ничего подобного. Панталожка, а может быть, это не дороги. Это же ясно. А может, это будет Эхали мы, Эхали. Да никуда мы не ехали. А ты знаешь, старик? Ну, ничего не знает. Ну, что ты к нему привязался? Он же на пенсию выбирает. Ну, что такое будет? Начинается на Э. На Э, да. Начинается на Э, кончается на Х. Это будет домашнее животное эндюх. Вот, и теперь будет следующая загадочка. И это будет очень сложная загадочка, ваше высочество. Значит так, что это такое ни пуха, ни пера? Я догадываюсь, Панталожечка. Правильно, но неверно. А ты знаешь Бригела? Я? Да. Знаю. Ну, не скажу. А ты знаешь, старик? Я, да, ну, что он знает, не богу. Нашел, у кого спрашивают. Ну, так что же будет ни пуха, ни пера? Ни пуха, ни пера? Это будет раскладушка. А-а-а! Тебе, Панталожка, в угадайки играть. Знаешь эту игру? Угадайка, угадайка, интересная игра. Ну, у тебя есть еще? И последняя загадочка, она очень простенькая, но правда, она психологическая загадочка. Ну, что такое? Четыре ноги, хвост мышей ловит и мяукает ужасно. Вот никогда не догадайся, никто, никто никогда не догадает. Вы мяукаете? Да. Четыре ноги? Да. По-моему, это будете домашнее животное кошка. Я сам думал, что кошка, а оказывается кот. А-а-а! Но тут принц Скалов прерывает министров. Зачем старание? Напрасно все. Иль турандот, иль смерть. Пускай войдет принцесса, и пусть она упьется новой жертвой. О, ну мы вечные, мне просветите разум, пусть вид ее меня не поколеблет. Диван священный, мудрецы и судьи моих отгадок и моей судьбы, явите милость к слепому от любви, который сам не знает, где он, что он, и летит к своей судьбе, влекомый силой тайной. Принцесса Турандот и... Появляется свито-турандот, рабыни. Они молоды, скромны и очаровательны. Они, вероятно, так пленительны, потому что, хотя они и сказочны, но вполне современные. Зелима и Адельма, ближайшие на перстнице принцессы. А вот и сама принцесса Турандот. Легкая, стремительная, она под вуалью, так надо. Пока. Изящный поклон в зал, приветствие мудрецам, глубокий реверанс перед императором. Турандот занимает место на троне, с одной стороны Зелима, с другой Адельма, рабыни у подножья трона. Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить? Вот он! О, небо! Ни один из смельчаков, являвшихся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне, Зелима. О, небо! Это он! Тот, кто в одежде жалкого раба работал при дворе у Харасан, когда был животец мой Кейкобат. И так он принц! Я чувствовала это, и сердце отдала ему! Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой. Как? А честь моя? О, принц! От гибельной попытки откажитесь! Я не жестока! Нет, известно не был, что слух об этом ложь, но я отдаю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. Чтоб защитить тебя и быть свободной, готова сделать всё, что я могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна быть доступна каждому? Что заставляет вас меня жестокой делать против воли, принц? Если вас можно убедить мольбами, я унижусь до мольбы. Избавьте же меня от злого долга загадывать загадки. Узнайте, о, Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотни тысяч жизней, я все бы их принёс для вас на плаку. Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой. Турандот, про вашу славу вспомните. Готовься же несносный к испытанию. Так пусть же будет роковой декрет, прочитан здесь публично в устрашении. Получай. Слуги выносят написанный на большом полотнище декрет. Вот он. Сим объявляется, что каждый принц просить имеет Турандот в супруге. Но прежде он средь мудрецов в дивана обязан три загадки разгадать самой принцессе. Если разрешит, станет мужем ей. Но если он окажется к решению не способен, то будет сдан немедля палачу. И палачом да будет обезглавлен. Унесите декрет. Пожалуйста. Мучительный закон. Тебя исполнить я перед лицом Конфуция. Клянусь. Энь, твей, дверь. Энь, твей, дверь. Скажи мне, чуространец, что такое? Я скорчился в сухом полене. Я скорчился в сухом полене. Жду, чтоб пришла моя пора. Жду, чтоб пришла моя пора. И первое мое явление И первое мое явление при первом стуке топора. При первом стуке топора Я хилый маленького Дыханье всякого боюсь Пролей воды погибну просто Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и совьюсь. Но если дует сильный ветер, Но если дует сильный ветер, Я вырастаю до небес. Я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, Что я за дива, что за бес. Так, 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 так. Я был бы счастлив, гордая принцесса, Если б загадки все были так же легкие. Ты хочешь, чтобы я ответил, что ты за бес, Как звать тебя? Когда подует сильный ветер, Ты встанешь всех нас истребя. Но раньше, мал ты, ничтожен, Ползешь и шепчешь только тронь. Но я подул еще. И что же? Загадка решена. Огонь! 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 Милости вы будьте! О небо не давай ему до нотки. Отгадая, кто я такая, Мчусь за тридевять земель, Целый мир пересекая, Отыщу любую цель. Я лечу сплоть океаны, Где-то вспыхнув про звеня, И не в силах ураганы, Тайну вырвут у меня. Чтоб свершить переселение Из Москвы сюда в наш край Мне достаточно мгновенья У них не принц И отвечай За тридевять земель мчишь мир, пересекая Найдёшь любую цель, так кто же ты такая? Летишь без крыл звеня За морем, за горами Теперь поздравь меня с отгадкой В телеграмме Телеграмму! Телеграмма! 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 Глупной! Глупец несчастный! Когда в загадкой ты кончишь испытание? Чем больше ты стремишься превзойти Увы мне, я его теряю Тем больше мною ненавидим Отсюда ты не видишь Брат мой спит Когда услышу, что он поднял бубен свой Я плясать к тебе на крышу Прилечу вниз головой Я могу быть светлой искрой И стрелой И смертью быстрой Всех сильней И всех страшней Так смотришь И не бледнешь Турандот срывает с себя вуаль Калов падает, сраженный о красотой Общее замешательство Но вот принц Обретает Дар Слова О, Турандот Вы вашей красотой Меня смутили Я в восхищении Но я не побежден Только брат твой загрохочет И поднимет бубен свой Прилети ко мне на крышу Лютая вниз головой Будь чем хочешь светлой искрой Будь стрелой Смертельной Быстрой Не боюсь тебя моя Грозовая Молния Теперь Турандот в обмороке Рабыни пытаются привести ее в чувство Мудрецы в восторге Восхищенные умом и мужеством Калов Они бросаются к нему Поднимают на руки Начинают качать Внезапно принцесса приходит в себя Отец мой Заклинаю вас любовью ко мне И если дорога моя вам жизнь Относите новый день Для новых испытаний Никаких испытаний За мной поедини Стань Сердце моего тирана жестокой А вас, мой государь Прошу и отменить приказы ваши Я не буду счастлив Когда она меня так ненавидит Дозвольте ей другое испытание Никаких испытаний В храм Пусть в храм идут Но там На алтаре Зачай Горе Ваша дочь Умрет Умрет Молю вас, государь И вы, принцесса Окажите милость Пусть в новый день Здесь соберут диван И непокорному уму Я сам здесь предложу Свою загадку И вот она Чей сын И как по имени зовется Несчастный князь Который должен был Просить как нищий Корку хлеба И чтобы жизнь свою поддерживать Носил мешки За плату низкую И только он достиг Предела счастья О каком не мыслил Как снова стал несчастнее, чем был Пусть завтра здесь Перед лицом дивана Жестокая душа найдет Отгадку И скажет имя Сына И отца Чужестранец Я условия Принимаю Вновь опасность О, новая надежда Неразумный Что требуешь? Да разве ты не знаешь Каков в ней ум? Хорошо Готов вам уступить Еще в последний раз Да ты что, дед? Ой, я не потерплю Трагедий новых Хотя бы она загадку отгадала Он не умрет И он уйдет живым Иди за мной Несчастный Неразумный А-м-трак Итак, дорогие друзья Второй акт Нашего спектакля Покои принцессы Турандот В полутемный зал Быстро входит Адельма Теперь и никогда Уже пять лет Как я скрываю в груди Смертельный яд Я притворяюсь, что я смирилась Да 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 И что я люблю ее надменную Во мне кровь царская И Турандот ничем меня не превышает И я могла бы трон занять Мне стыдно быть униженной рабой Притворство не по силам больше мне Я вся измучена и стерзана Я таю, как снег пред солнцем Воск перед огнем Скажите, кто бы мог узнать во мне Адельму прежнюю? Никто? Никто, но я уже решила Сегодня сделать все, на что способна Победа или смерть Он ненавистная Твоим Не будет Она идет сюда Она подходит Послушаем, что будет говорить Принцесса Турандот Вся свита, слуги, рабыни Сейчас занята лишь одним Как разгадать загадку принца Каллова? Чей сын? И как по имени зовется несчастный принц Который должен... Довольно! Перестаньте! Идем зелима Чей сын? Как по имени зовется несчастный Чей сын? Чей сын? Как по имени зовется несчастный принц Который должен у нас из мешкей просить Как нищет корху Чей сын? И как по имени зовется несчастный принц Который должен... Неужто только ненависть и злобу Он мог в вас возбудить Такой красавец Так влюбленный Не мучь menя зелима И без того мне стыдно признаться что он стал причиной чувств. Раньше мне незнакомый. Нет, 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 я его ненавижу. Он встыд меня поверг перед диваном. Теперь по всей стране и за пределами узнают, что случилось. Над моим невежеством смеяться станут. Завтра утром опять сойдутся в зале мудрецы, и если я не в силах буду разгадать загадку трудную, которую он задал, отец велит немедленно вести нас в храм, соединить нас с браком, честеный, как по имени зовется, несчастный принц, который должен был на синишке просить, что этот принц он самый есть я это догадалась но как узнать отца и сына имя когда его не знает даже хан и разрешил ему скрывать его прозвание до конца борьбы ну как мне разгадать загадку что делать невозможно у нас в столице есть каббалисты и маги способные на все вы обратитесь к ним как ты глупо злима они обманщики я не верю им и верить может им одно простонародье скажи еще мне что нибудь о вспомните принцесса как он стоял пред вами прекрасный пыль как трогательны были его мольбы и жалобы когда забытым все за вас молила на коленях хана за вас которая так бессердечно с ним пошлась и был готов опять рискнуть своей с трудом спасенный жизнь довольна замолчи узнай что это сердце нет я его ненавижу я не могу себе представить что могу я стать рабой мужчины вы слишком молоды принцесса и говорят в вас гордость и упрямство а как настанет возраст не счастливый поклонники исчезнут вот тогда наступит час напрасных сожалений что вы теряете какую-то там честь какую-то надуманную славу прости меня зелима адельма но идеи низкорожденного не могут быть иными адельма да принцесса это я прогуливаясь здесь неподалеку невольно я слыхала последние зелимины слова я так люблю принцессу я была возмущена ты плохо понимаешь что принцесса которая была побеждена перед лицом высокого дивана каким-то неизвестным должна испытывать и стыд и огорчение так презирала она мужчин глумилась так над ними и ей рабой стать одного из них а пропов я лично слышала как тысячи мужчин с нескрытой радостью подшучивали злобно над вашими загадками как будто загадки были глупы и смешны что делать ей скажи когда ее рассудку вопреки и против воли стремятся выдать замуж молчи адельма не разжигай во мне этой злобы несчастье большое выйти замуж ах замолчи ты просто не способна понять величие сердца не излезти я это говорю и не пустяк что завтра перед народом перед диваном всем она обязана два имени назвать а если ей придется отвечать незнанием или признанием откровенным в своем бессилии разрешить загадку как быть тогда заранее я слышу гул тысячи насмешек издевательство толпы народной как будто бы она бездарная комическая дива ошибкой вызвавшая смех знай адельма я уже решила что есть ли завтра утром не смогу назвать имен то там же среди храма пронжу кинжалом грудь принцесса нет решить загадку нам необходимо при помощи науки или даже путем обмана адельма вас гораздо больше любит пускай она вам помогает да да адельма ты мне должна помочь но как могу узнать отца и сына имя когда не знаю как когда откуда он к нам явился постойте сам в диване он нам сказал что здесь в столице есть его знакомый его нам надо разыскать хотя вверх дном пришлось поставить город не пожалеть лишь золото бери все золото жалеть мне нечего я знать должна а как потом узнавши даже скрыть что вы обязаны победой не себе и своему уму а подкупу кто ж выдаст нас не тыль а ну это слишком узнайте же принцесса мне так хотелось убедить вас дать свое согласие стать женой того кто вас достоин нежен кто вас любит мне было жаль его ну а теперь мне все равно узнай адельма здесь была скирина мать моя она сказала мне что этот принц в ее гостинице остановился и что гасан мой отчим обожает его и с ним знаком гасан я мать свою просила узнать мне имя принца и она сказать по правде обещала теперь принцесса может сомневаться в моей любви и верности не уходи дай обнять тебя а она глупа ведь глупо же надеется что добровольно гасан откроет тайну зная как важна она и если вам угодно любви моей поверить я могу вам дать совет да да не здесь в укромном месте хорошо идем вновь крепи меня любовь могучие ты сокрушаешь все так помоги же мне разбить окобы МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На одной из площадей столицы беседует принц Калов и Барах. Но если наши имена, моё отца, во всей столице знаешь ты один, и если наше царство так далёко, и прошла молва о нашей смерти, и я уж десять лет скитаюсь, значит, нам нечего бояться. И всё же вы неосторожны, князь! Несчастье вашему невозможного бояться нужно. И стены, и деревья, и предметы имеют уши. Раз идёт вопрос о том, чтобы несчастного добить, всё будет против вас? Нет, Барах. Я не могу спокойным быть! Нам удалось побить на состязании одну из самых умных, прекрасных женщин. Вместе с ней мы победили одно из самых сильных царств. И вдруг затем, по слабости сердечной, всё пропало. Не мерей, Барах, нежную любовь аршином интереса. Ты не видал отчаяния и гнева, Турандот, а в ней вся жизнь моя. А вы, как сын, должны бы больше думать не о ней уж, побеждённой вами, а о своих родителях, которые в горести и нищете оставили в Берласе. Не упрекай меня, я так хотел её утешить. Быть может, мой поступок ей по сердцу пришёлся, может быть, в ней искра благодарности проснулась. Ко? В Турандот? Ха-ха! Какое заблуждение! Мне нечего бояться, Барах. Ты меня не выдашь? Говорил ли ты своей жене, кто я? Конечно, нет. Послушен Барах приказанием вашим. Но у меня предчувствие дурного. Я весь дрожу, не знаю почему. Батя, бездорчица! Батя, бездорчица! Папа, здравствуйте, Василий Высочество! А я как раз хотел с вами обеседовать. Здравствуй, Тарталья. Вася, 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 Вася! Василий Высочество, здорово! Здравствуй, Бандалоша. Тарталья прячется. Однако Панталона замечает его. О, что? Кого? По-моему, здесь есть кто-то, кроме меня. По-моему, кроме меня кто-то есть здесь. Что? Чего? Они начинают искать друг друга. Калов и Барах с любопытством наблюдают эту сцену. Я сейчас его подлавлю. Я его сейчас подлавлю. Наконец Панталона видит Тарталью, тихо к нему подкрадывается. И в этот момент Тарталья резко нагибается. Панталон, боясь быть обнаруженным, прыгает ему на спину. Ой, ой, а почему же это? Никого нет. А почему же это у меня в спину вступило? Да это у тебя, наверное, ридикулит. Да? Ты думаешь? Ну, конечно. Ты знаешь, я тоже один раз так согнулся, а потом и все, привет. Больше не мог разогнуться. Ну, знаешь, я тебе скажу, ты это дело не запускай, Тарталья. Это лисица, лисица надо. Да? Угу. Ну, ты мне лучше скажи прямо, зачем ты сюда пришел? Ну, скажи, я теперь, ну, скажи, я теперь скажу прямо. Тогда я теперь не спереди, не сзади, не могу выпрямиться. Я тебе сейчас дам одно неопатическое лекарство. Вот. Ну, на-ка, сейчас, окуси. А разве? Неопатическое я через ноздрю принимаю, да? Оп. Ну, пошли, я тебе сейчас распрямлю. Оп. Смотри, правда, как рукой сняло. А, а я знаю, зачем ты, сударь, пришел. Нет, не знаю. Нет, знаю. Нет, не знаешь. Ты не обоюсь хочешь узнать имя принца? О-о-о-о-о, понтоложка, ну, как же ты мог обо мне так подумать, а? Как ты только, как ты только, а как ты догадался? А-а-а, а я не обоюсь, тоже хочу узнать имя принца. Да? Ну, конечно, но только у меня, значит, значит, Арталь, у меня план есть. А средства, кастрюки Лев-Леви, а средства, кастрюки Лев-Лев, кастрюки Лев-Лев. Давай я скажу. Давай. А средства к осуществлению. О, этого у меня нету. Да? А вот у меня, пожалуй, уже плана никакого. За то средства кастрюки. За то средства кастрюки. Нет, ну, давай я скажу. Давай я. К осуществлению. Во, есть. О, ну и хорошо. Ну, вот тогда если у нас есть и план, и средства кастрюки Лев-Лев, и... Сейчас. Если у нас есть и план, и средства для осуществления... Давай я скажу. И средства к осуществлению. О, давай. О, мальчик, вот ты музыкант. Вот давай ты скажи. Мальчик в оркестре, вот с бантиком, ну скажи ты. Осуществление. Хорошо. Хорошо сказал. Смотри, пожалуйста. И ты давно репетируешь, да? Нет. Ну, молодец, только тихо. Ну, что ж ты так робеешь? Ты ведь всё равно в оркестровой яме сидишь-то бесплатно. Ну, скажи уж погромче, так, чтобы все слышали, кто сегодня билеты за деньги купил. Ну, давай, работай, говори. Ощуществление. Не получилось. Ну, Таталья, тогда давай действовать сообща. На двоих, да? На двоих. Хорошо. Постой, постой, у меня одна нога не работает. А ты что, Пантадоша, опять не можешь стартовать, да? Ну, дай я тебе подтолкну. О, сам, сам побежал, сам побежал. Он спотыкнулся. Прикрывшись зонтиком, на площадь по-пластунски вползает Бригелло. С противоположной стороны появляется несколько легкомысленно настроенная Труфальдина. Из-под зонта раздается свист. Никого нет. Та-дам, пам-пам, рем, пам-пам, рем. О-о-о, ха-ха, Бригелло. Слушай, Труфальдина, мы должны узнать имя принца. Так. Зови скорее сюда Тартали и Панталону. Действуй. Ясно? Вот в этой моей голове. Кто стучит? Кто, кто стучит? Я говорю, вот в моей голове. Кто опять стучит? Я говорю, вот в этой вот моей голове есть чем сбить с толку их высочества. Ну, пошли, пошли. Ну, подождите. Иди сюда. Ой, ну, Акубин, пошли. Мне все болит. Тихо, Бригелло, Бригелло нас вызывает на конференцию. Ну, какая-то, может быть, конференция. Ну, а когда же я тогда буду уроки учить? Вот поэтому я и двойки приношу. Это двойки. Вообще, Панталоша, по-моему, Бригелло в последнее время очень много об себе стал воображать. По-моему, тоже. Тихо. Идите сюда. Идите сюда. Идите ко мне. Так, давайте, давайте, давайте подумаем, что нам делать. Так, что мы... А я, 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 я. Турфальдина, давай, иди. Да, иди, 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 иди. Надев платочек, Турфальдина мгновенно перевоплощается в девочку. Он подходит к клоновому. О, простите, к принцу Каллофу. Ваше высочество. Я слушаю. Вот вы знаете, я ваш давнишний поклонец, да. Я видела все-все фильмы с вашим участием. И коллеги, и иду на грозу, и война, и мир, и рваные паруса. Не-не-не, алые паруса. Пардон, пардон. Алые паруса. Ах, как это прекрасно. Это прекрасно. Это, это прекрасно. О, как эти войны. Душенька, душенька, подпишите мне вашу фотографию, которую я ношу возле самого сердца. Это, пожалуйста, вам ручка. Пишет. 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 Нет. Не пишет. Ах, не пишет. Да. А вчера только из ремонта. Да. Ну-ка, ну-ка. Что же делать, Стас? У меня, у меня, у меня, у меня есть идея. У меня есть идея. Скажи, слушай, Тартаска. Принц головой рискует. Оказывается, Труфальдина, принц-то головой рискует. Панталоша. Оказывается, принц головой рискует. Товарищи радиоуслушатели, оказывается, принц лановой флиртует. Ой, Панталоша, я не понял, как брюхом стало. Слушай, Тартаска, принц головой рискует, рискует. А я его уговорю застраховать голову. А для этого он должен будет заполнить анкету. Труфальдинушка. Оказывается, он должен заполнить анкету. Панталоша. Оказывается, он должен заполнить анкету. Ой, оказывается, мы пойдем на банкету. Ну, нет, ну, чтобы обидеться. Старый ты какой стал. Слушай, Вася, Вася, Высочество. Да, Бригела? Ну-ка, подойди сюда. Я слушаю. Вы головой рискуете? Рискуете. А почему бы вам ее не застраховать? Вы потеряете голову, а вместо нее на руки получите 2 рубля 87 копеек. А для этого нужно только заполнить анкетку. Ваша фамилия? А? Как? Что? Простите? Молчит. Да. Бурные аплодисменты, переходящие в авиацию. Ну, все, что будем делать? Я знаю, что надо сделать. Нужно еть тела принца подпоить. Я пойду в гастроном, ладно? Правильно, правильно. Я пошел в гастроном. Правильно. Его Высочество захмелеет и тут же проговорится. Я слушаю. Мы решили, Вашу честь, устроить такой, знаете, небольшой кок-кок. Кок-кок-кок. Такой, знаете, небольшой кок-кок-кок-кок. Ой, ребята, я, кажется, не сус. Ой. Ой. Ребятки, я еще раз попробую с разбегу, ладно? Ну, давай. Кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок. Труфоводиночка, у Вас штопор. Отштопоривайте, пожалуйста, а? Разбирайте, пожалуйста, бокалы. Ну, погодите, опихайте. Ну, погодите. Ну, погодите, что Вы на самом деле. Отдай крючку. Ну, что Вы на самом деле, как в молодежном кафе. Что Вы не можете это сделать поинтиллигентнее, да? Ну, плесни-ка мне от Руфоводина, пожалуйста. И мне тоже. Василий Садович, Василий Садович, я давно хотел выпить с вами на бутерброд. Да нет. Какой бутерброд, что ты говоришь? Простите, я оговорился. Я же могу оговориться? Ах, я вспомнил, как это правильно говорить слово. На брудер штраф. О, поехали. Ну, поехали. Что это такое? Ой, Арталия, что это за гадость, а? Какая-то гадость. Это же рыбий жир. А вы знаете, я его пью шестимесячного возраста. И, как видите, костюмчик еще не перешивал. Ну, распробуем. Еще по одной. Вася, 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 Высочество. Да, панталоны. Ну, а ты знаешь, действительно, очень неудобно получается. Вот мы за тебя пьем, и даже неизвестно, за кого мы пьем. Как будет твоя фамилия? А? 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 Молчит. 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 Выпьем. Выпьем. Ой, косточка попалась. Я-я-я. Я-я-я. Товарищи, панталоны. Слушай, мою команду. В одну шеренгу сройся. Ты что, с ума сошел, что ли, Тарталя? Меня же зовут тебя панталонне. Не панталонне. Одно. То есть, нет, это, это, панталонна одна. А, не, 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 это, мне же зовут тебя панталон, один панталон. Да нет, старики, вы неверно распрягаетесь. Правильно, нужно сказать, так, одни панталоны, потому что вас уже двое. Панталон, панталон, и их-то уже четверо, смотри, с руфодинкой и бригелкой, их тоже уже четверо. Так мы беспрерывно размножаемся, как из икры. Друзья мои, Глентика, а у нас уже целый аквариум, а мы не можем узнать имя какого-то там принца. Действительно? А вот мы сейчас выпьем по люмочке в последний раз и уж тут наверняка проговорится. Ну, дай бог, не последний. Друзья мои, я кое-что придумал, я пошел. Пошел я. Ну, куда ты пошел, трофальник? Я пошел в публику, чтобы взять программку. А зачем? Да вы не бойтесь, не бойтесь, дайте ему, дайте, он поиграет и отдаст. Друзья мои, сейчас мы посмотрим по программке, кого играет артист Лыновой, и тогда сразу узнаем имя принца. Давайте программку смотрим. Так, так. Да не так же повернул, вверх ногами. А-а-а. А-а-а. Вот так. А-а-а. А-а-а. Ай-да. Куда? О, а-и-да. А-и-да. А-а-а. Ну-ка, ну-ка, Тарталя, почитай. Вот это же. С-э-те. 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 С-э-те-чел-кунчик. Нет, тоже не то. А ну-ка, Панталоши, почитай ты. Почитай. Дай мне, дай мне. О. Чало, чало, сан. Чало? Сан. Подожди, Громотеев. Вот, я прощу. Рига. Рига. Лето. Рига, лето. Что-то насчет отпуска. А-а-а. Да нет, друзья мои. Это мы в оперный театр попали. Совсем не туда. Сейчас я все выясню. Вася, Вася, Высощество. Вот признайся нам Семерим. Вы Семерим. А, простите, Семерим. Где ты работаешь, а? Слушай, ну что ты кэмоп порезался? Ну что ты с ним еще разговариваешь? Ты что, не видел, что ли, что он? Слово выговорили. Он же выговорить и слово не может. А ты что, Бригела, ты что на меня уставился? А что? Арестовывай его скорее. Кого? Ну кого? Принца вот этого гражданина в желтой баллоне. А вот это вот, вот этого в плащ-палатке? А сейчас я. Вася Высощество, вы арестованы. Да, арестованы. Следуйте вперед меня. Прощай, мой друг. Увидимся в другой раз. Будь осторожен. Куда? Ой, 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 куда пошел? Ой, Бригела, что ты наделал? Зачем ты его отпустил? Ну что, ну он дойдет, он дойдет. Я ведь зашел, и он дойдет. Ну кто тебя обидел в портале? Ну ты чего? Тарташка, ну не знай. Если б вы знали. Что? Что случилось-то? Ты тебя уревешь. Друзья мои, если б вы только знали. Ну что, скажи, что. Если б знали вы. Ну что, что? Как мы недороги. Не сказало нам их высочества Про свое житье, бытие. Не назвал он нам имя, отчество И свое фамилию. Не назвал он нам имя, отчество И свое фамилию. Барах остался один. Да поможет небо неосторожному. А я, конечно, не выдам тайны. Появляется хан Тимур, отец Каллафа. Он очень величественный, очень старый, судя по белой бороде, Из махрового полотенца. Говори мне, мой сын, он арестован. Традиционный поклон публике. Этот злой тиран, султан Хивинской, дерзкий узурпатор моей короны, Властен даже здесь. Тогда умрем мы оба. Каллаф, Каллаф, Каллаф. Молчи, старик! Или умрешь на месте? Кто ты такой? Откуда? Как узнал ты имя юноши? О, Боже! Барра! Как ты здесь, в столице? Как ты смел поднять оружие на монарха своего? В несчастье павшего ты против сына? Так значит, ты, Тимур? Да это я, предатель. Ну что ж, ударь, и сократи мне жизнь. Я жил достаточно. Пережить неблагодарность преданных министров мне, Ради низких выгод изменивших, Узнать, что милый сын попал во власть хивинского тирана, Тяжело мне. Мой государь! Да, узнаю теперь. О, государь мой! Вы меня простите. Поступок мой любовью был к вам вызван. И если сын вам дорог, Не называйте по имени ни сына, ни себя. И я не парок здесь. Я здесь Касан. Надеюсь, что никто не слышал нас. А где ж супруга ваша? Здесь, в столице? О, дорогой жене, не вспоминай. Вберлась и там, в убежище для нищих, Покорной судьбе с мечтой о сыне И с именем любимца на устах. Склонив свое чело на эту грудь усталую, Меня же утешая. Она скончалась, бедная душа. О, бедная царица! Я тотчас спустился по следам любезнейшего сына. След его меня сюда привел. Едва прибыв, я вижу сына моего под стражем. Уйдемте, государь! И не тревожьтесь о вашем сыне. Завтра, может быть, он счастлив будет. Вместе с ним и вы счастливым станете. Но только вы должны скрывать свое. И сына имя. И я не барах здесь. Я здесь Гасан. Гасан! Ну что скажи за тайны? Все, я вам открою, как только мы уйдем отсюда. Ну расскажи. А здесь нельзя. Ну что я вижу? Скирина? И выходит из гарема. Откуда ты? Зачем? Сыра ли я была у дочки? Как же радовались мы злимой, что победил наш чудный гость. Тот юноша прекрасный. Так же любопытно нам было посмотреть, как эта ненавистница мужчин изволит держать себя невестой. Ты всего еще не знаешь и идешь в гарем. Болтливая сорока! Я тебя искал повсюду, чтобы запретить тебе болтать в гареме. Но на горе мудрейшие из замыслов мужчин всегда на деле отстают во времени от глупых бабьих планов. Что ж ты болтала? Я боюсь, что ты в чрезмерной радости призналась, что неизвестный принц гостит у нас, что муж твой принца знает, очень любит. Ну, говорила, да? А если бы сказала? Что здесь плохого, если бы сказала? Нет, ты признайся, рассказала, да? Да, я сказала. Она меня узнать просила имя принца. И я сказать по правде обещала. Ой, я несчастный! Я погиб! Бежим, бежим отсюда! Ну, расскажи! Бежим скорее! Поздно! Вон, евнухи, жестокий турандот! Жена, беги скорее и возьми с собой вот этого несчастного и скройся живо! Мне поздно уж бежать! Но что за тайны, расскажи! Уста замкните! Пусть из ваших уст не выйдет ваше имя! Ты, жена, скорее вместе с этим старцем живо! Раскройся, но не в своей гостинице, в другом укромном месте! И сидите там до половины завтрашнего дня! Мой муж! А ты не с нами почему? Ступайте же скорее! Почему же ты не с нами? Бежимте вместе! Поздно! Эй, стража! Я здесь! Поешь? Поешь! Хорошо поешь! Где-то сядешь! Вы исти Гасана? Я Гасан! Гасан? Это уже подозрительно! А это кто с тобой? Это я! Старик! А это кто? Дама! Кто это дама, Гасан? Госпожа твоя меня искать велела! Брось старика и эту даму, и пойдем! Нехорошо бросаться собственной женой! Эй, стража! Кандалы готовы? Готовы! Связать! Крепко связаны! Крепко! А-а-а-а-а-ле! А-а-а-а-ле! А-а-а-а-а-а-а-ле! Итак, пока что никому не удалось узнать имя загадочного принца. Ночь! В одном из залов близ Сираля заточен Калов. Ему не спится. Он шагает из угла в угол. За принцем наблюдает стерегущего Бригелла. О, ваше высочество, вы раз триста мимо меня продефилировали. О, уж третий час, мой князь! Мне солнце макахи веки! И вам не худо поддохнуть, ты прав. Но думы скорбные мне не дают покоя. А ты ступай, усни. Два слова, князь. Да? Почудится, быть может, вам кое-что или привидится. Вы будьте настороже. Я вас предупредил. Почудится, привидится, всырались здесь. Запрещено под страхом смерти сюда. Кого бы то ни было пускать, узкать, кать, кать, ать, мягкий знак. Будь ой, я намекаю лишь на любопытство, которое и снидает всех узнать, кто вы. И может так случиться, что в скважину замочную пролезет к вам фея, дух или ведьма, или еще хуже, шпион или диверсант с намерением, чтоб выпытать. А, намек вам мой понятен? Нет. Ну, понятен намек мой. Но... А-а-а, я понял. Да. Спокойно будь, я буду осторожен. Да, надо бы прибавить. Я же давно из королевства, Бригел. Ну, ладно. Ну, сохранят вас боги. А так же и тебя, Бригел. Хорошо бы. Бригел! Что ты присел? Да, нет, нет, это у меня производственная гимнастика. Закаляйся, если бочек выкроет по сторонке. Забросил в душу он подозрение мне, Кто ж нападением мне здесь грозит. Ни за горами утра, Ни долго мне лежать на ложе пыток. Попробую я сон к себе сманить, Чтоб веки мне усталые смежил. Появляется Скирина, переодетая в костюм стражника. Мой господин! Ой, как сильно сердце бьется. Ты кто? Зачем? Не узнаете вы меня. Скирина я, жена Гасана. Я пробралась сюда секретными путями, переодевшись стражником. Кто-то турандот сказал, что муж мой раньше вас знавал. Она велела привезти в Гарем его и ваше имя вырвать силой. Мой бедный друг! Я больше вам скажу. Ваш отец ко мне приехал. Мой отец? Да, он теперь здавец. Он вашей матушке лишился. О, мать моя! Еще должна я вам сказать, знает ваш отец, что вы садитесь под стражи. Он теперь боится, плачет. Даже он хотел явиться к турандот и ей открыться. Хочу, кричит я сыном умереть. Что? Хочу, кричит я сыном умереть. Его одним сдержало обещание. От вас ему записку принести, написанную вашей рукой и с вашей подписью. Здесь мой отец, а мать скончалась. Меня обманываешь ты, Скирина. Если я солгала, пускай Бергенгудин спалит меня огнем. Он мой отец несчастный. Вы поторопитесь, на случай, если не найдется под рукой. Я принесла перо, чернил, бумагу, все приготовила. Пускай старик получит строчку с подписью, что сын его безопасности накануне счастья. Давай сюда дощечку. И подпись. Нет, постой. Ты, кажется, имеешь дочь в Сарале. Ну, так что же? Ступай к отцу, Скирина, и скажи, что пусть он явится без страха к хану, ему откроется чистосердечно, и буду я доволен тем. Как вы не будете писать одно лишь слово? Подписью. Нет, лишь завтра все узнают, кто я. Но я дивлюсь, жена Гасана пытается меня предать. Я предаю? Ну, не ждала я, что после таких трудов и риска меня же начнут корить, что предаю. Идра, Адельма, но не просто и этот. Я удалюсь и передам, что вы сказали. Так прав бы Ригела был насчет видений. Но поклялась она здесь, мой отец, а мать скончалась. Еще одно видение. Послушаем оно, что станет говорить. Калов притворяется спящим. Над ним склоняется Зелима. Как он прекрасен и как сладко спит. Я, князь, служанка Турандот Зелима, я принесла вам радостную весть. Хвала богам. Пора б добру явиться. Но я себя надеждою не тешу. Бесчувственно я знаю, Турандот. И все ж вы сердце гордое ее смягчить сумели. Вы первый, вы один. Хоть и твердит она, что ненавидит. Но знаю я, что любит вас она. Пускай сквозь землю провалюсь к лгу. Ну, хорошо, я верю. Дальше что? Признаться я, князь, должна. В отчаянии готова принцесса впасть, поняв, что не под силу взяла задачу на себя. Ужасно ведь для гордости ее, что после всех побед придется ей униженной и посрамленной быть при всем диване. И мысль об этом ее гнетет ужасно. Пускай сквозь землю провалюсь к лгу. Не накликай столь страшной кары. Верю. Ступай, скажи принцессе, что ей выйти из борьбы легко со славой. Если она научится повиноваться сердцу, докажет всем, что чувствовать способна, не с этой доброй вестью ты пришла ко мне злима. Нет, не так-то просто покорить нас. Прошу внимания. Я слушаю. Принцесса умоляет ей мина открыть. В остальном доверится ее великодушью. Ей надо гордость ли свою спасти, не быть униженной при всем диване. Тогда она сама сойдет к вам в трон и осчастливает вас по доброй воле. Решайте, князь. Опасности тут нет. По доброй воле, а не по принуждению, и вам сердце гордое отдаст. А эту речь злима не скрепила обычным заключением. Каким? Пусть я сквозь землю провалюсь, коли лгу. Я лгу, по-вашему? Уверен в том. И твоего совета я не приму. Ну, отправляйся к своей принцессе и скажи ей, что слава моя и гордость в ее любви. Так пусть простит отказ моей любви горячей. Вы, князь, подумали, во что вам может горячность ваша обойтись? Пусть стоит хоть жизнь мне. Так ничего вы мне не сообщите? Не сообщу. Даром потратила и труд, и время. Прощайте, князь. Скроетесь, смешные привидения. Но поклялась она в столице, мой отец, а мать скончалась. Но мужество уже недолго ждать решения судьбы. И надо мною бог сна уж веет легкими крылами. Чья-то темная фигура метнулась от стены к стене, Приблизилась к ложу Каллафа эта княжна Адельма. Желанный миг, о, вожделенный час! Любовь, ты до сих пор мне помогала, Вливала мужество и силу в душу. Вложишь в уста мне пламенные речи и помоги влюблённо и страстно победу одержать. Возлюбленный мой спит. Не бейся, сердце, тревожно так, не трепещи. Как жаль мне свеять с вас, о, милые глаза, сны золотые. Но близок день, и не могу я медлить. Проснитесь, князь! Кто сон мой нарушает? Виденье новое. Исчезни, призрак. Не бойтесь, садитесь, слушайте. Кто я по-вашему, скажите мне. Ваш величавый стан и вся осанка невольно и внушает уважение. По платью же передо мной рабыни, которую в диване видел я, и пожалел. Пять лет назад ещё любимицей судьбы Впервые вас увидала, князь. Видишь? Говори, меня ты знаешь. Видал меня когда-нибудь ты раньше? О, боги! Возможно, ля Дельма, вы... Да, я дочь хана Харатанского. Для трона я рождена была. Рабыней стала. Княжну, дочь ханскую, рабыней вижу. Теперь вы знаете меня. Княжне и ханской дочери должны вы верить. Да говорите же, о Дельма. Узнаете же! Но нет, подумайте вы, что я вас обмануть хочу, как те рабыни продажные. Вы мучите меня. Я заклинаю вас сказать мне прямо, в чём можете вы обвинить её, владычицу моей несчастной жизни. Жестокая, коварная принцесса не постыдилась приказать убить вас завтра, князь. Вот вам богиня ваша. Как только завтра сделаете вы шаг отсюда, вас тотчас же пронзят десятками кинжалов. Бесчеловечная так приказала. Я стражу позову, предупрежу Бригеллу. О, наивный несчастный! Вы не знаете, где вы, опутаны кругом вы гнусной сетью. Та стража самая, которой хан вас поручил оберегать, принцессы подкуплена, чтобы умертвить вас завтра. О, мой отец несчастный, хан Тимур! Тимур, отец! Погибнуть должен твой Калав! Калав! Судьба жестокая! Тимура, сын Калав! Прости о жизни! Бороться невозможно с неумолимую судьбой! Твой взгляд жестокая, моей убьётся кровью! Жизнь улетай! От смерти... От смерти не уйти! Я укажу вам путь её избегнуть! Там, в моих краях, сокровище зарытое лежит! На сконе ждут, проводники готовы! Бежим из этих стен! На них проклятие богов лежит! Бежим в берлу! Я соберу войска, восстановлю владенья Я отдам тебе! Уж петухи поют! И во дворце движение началось! Заря восходит! С собою смерть неся! А-а-а! День близок! Я страдаю! Принц, бежим! Великодушная княжна, мой друг единственный! Как больно мне, что с вами бежать в берлу, Принять от вас свободу и вам помочь отцовский трон вернуть! Я не могу! Что о таком побеге сказал бы хан? И в сердце я своем, княжна, неволен! Желанной будет для меня и смерть, Когда она мне шлет ее! Спешите же спастись одна, И дохранят вас боги! Безумец вы! Так вы решили твердо... Решил остаться здесь, дождаться смерти! Нет! Не любовь удерживает вас ко мне, презренье! Вам смерть желанней, чем побег со мной! Так оставайтесь! Я рабой останусь! Ни свободы, ни счастья Мне не надобно без вас! Посмотрим же, кто смерть смелее встретит! Тимура, сын Калаб! Прощайте, неизвестный князь! Готовьтесь, князь, диван уже весь в сборе! Так вот, кого судьба орудием избрала! Где твой кинжал? Скорей приказ исполни! Какой кинжал? Приказ он вас проводить в диван, где все готово! Пойдем! Я знаю, мне не дойти туда живым, но ты увидишь, сумею ли я спокойно умереть! Что, черт возьми, он все о смерти говорит! Вот проклятое бабье! Ни минуты не дали ему покоя! Он сам не свой! Я бросил меч! Не стану защищаться! Пусть донесут жестоко и что охотно! Открыл ударом я грудь свою! Пойдем! Идем! В диване все готово! Андректь! Третий акт спектакля «Принцесса Турандот» Зал заседания дивана. На троне император, рядом министры, панталоны и тарталия, у подножья трона мудрецы. Бригела вводит Каллофа. Неужто я весь путь прошел благополучно? Никто меня не тронул! Милый сын, я вижу, ты взволнован! Я хотел бы тебя веселым видеть! Сегодня кончатся твои невзгоды! Твоей супругой станет Турандот! Она ко мне три раза присылала, прося освободить ее от обязательства в диван явиться! И от союза брачного! Видишь, как долго не идет она! А я послал с решительным приказом немедленно явиться пред диваном, а в случае отказа привести хотя бы силой! Вот она! Сын мой, путь веселей! Принцесса Турандот и... Согласно ритуала, первыми появляются рабы. Они также очаровательны и неотразимы, как и в первом акте, но печаль сквозит в каждом их движении. Ведь сегодня решается судьба их гордой и своенравной принцессы. И... А вот и сама принцесса Турандот. Она в трауре. Ее фигура выражает полную покорность судьбе. Небрежное приветствие публике, кивок мудрецам, полупоклон императору, принцесса медленно поднимается по ступеням трона. Я знаю, чужестранец, что весь вид моей угрюмой свиты, печаль и знаки траура тебя, конечно, должны порадовать. Готова я к союзу брачному, я печаль. Поверь, что я употребила все свое искусство, чтобы отомстить за стыд вчерашний, но теперь судьбе я уступить должна. О, Турандот, как я хотел бы душу вам открыть и показать, что вашей печалью омрачена моя живая радость. Милый сын, она не заслужила таких смиренных слов. Пусть музыка играет веселей, пусть брак священный будет заключен. Еще не время! Нет прекрасней мести, как притвориться, вселить уверенность, покой и радость в душу, чтобы затем внезапно превратить всю радость в горе. Вон! Из дивана! Калов! Сын Тимура! Да! Вот! Имена, которых ты хотел, ищи жену другую и знай, как Турандот умеет побеждать! О, я несчастный! О, мандио, как она его отбрила! Калов! Верь, печаль терзает сердце старое! Какой нежданный случай? Зелима! Дольше сердца от него не защитить мне! Сдайтесь! Уступите! Жестокая! Ты сожалеешь, что не умер тот, кто так тебя любил, но я хочу, чтоб ты и жизнь мою завоевала! Вот он! У ног твоих тот Калов, которого ты знаешь и ненавидишь, который презирает землю, небо и на твоих глазах от горя умирает! Калов! Калов! Что ты? Как? Ты хочешь, Турандот, чтоб жил я без тебя, страдая бесконечно и мучаясь всю жизнь? По крайней мере, будь хоть в этом милосердной и позволь мне избежать такого горя! Если способна ты на милости здесь, в столице, есть мой отец Тимур, ты пожалей его, а мне позволь покинуть им мир! Ты будешь... Ты должен для меня... Скорей, Зелима, беги ты к кузнику его отцу! Бегу, бегу! Погибло все, надежды больше нет! Узнай! Я победила лишь случайно! Сегодня ночью в странном забытии ты имена открыл моей рабыне Адельми, и от нее я их узнала! Узнай еще, что доблести твои, твой благородный вид, твоя любовь нашли! И дорогу к сердцу моему, его склонить сумели! Живи! Будь справедливо гордым! Турандот твоя супруга! О, вот я страдаю! Дочь! Дорогая! Ты искупила все своим порывом! Я буду жить! О, счастье! Ты моя! Я же говорил, что все будет хорошо! Давай попляшем на радость! Всеобщая радость безгранична! Мудрецы пускаются в пляс! Император, обливаясь слезами радости, танцует с панталона и бригелы! Рабыни окружают Турандот! А сама принцесса... А принцесса находится в объятиях Калуфа. Внезапно появляется Адельма. О, да! Живи жестокой! А ты, принцесса, знай, что ненавижу я тебя! Что все мои дела имели целью добиться, чтобы он на мне женился! Пять лет назад еще в моих владеньях его я полюбила, Но слишком он тобою увлечен, и все на горе оказалось тщетным, И надежды развеялись, как дым! Теперь один мне остается путь! Я им пойду! Я рождена принцессой! Стыдно жить мне в рабстве, как желая до тех пор! Довольно для Адельмы этих бедствий пора кончать! Пускай со мной погибнет последний отпрыск царственного рода! И кровь моя досмоет, наконец, позор цепей и тяжесть униженья! Вот тот кинжал, который твой супруг тобой спасенный для меня оставил! Пусть видит весь народ, что я могу разрушить цепи рабства! Остановись, Адельма! Оставь меня тираной! Пусть ты неблагодарный! Дай мне смерть! Нет! Ты не умрешь! Я признаюсь, что я тебе обязан счастьем! Твое предательство на пользу было! Клянусь богами! Если бы я мог любить другую, моей женой была бы ты! Нет, нет! Я не достойна твоей руки! Адельма! Что с тобой? Лишь для него я шла на все! Предательница стала! Ты отняла его! Верни свободу, по крайней мере, мне, и я покину город ваш! Не делай же жестокости последней! Не заставляй меня увидеть вас! Тебя и Калопа, соединенных вместе! Ревнивые сердца на все способны! На все пойдет в отчаянии душа! Помни, там, где Адельма, ты не можешь жить в безопасности! Ой! Ой! Мне жаль ее! Адельму бедную! О, хан Альтоу! О, моя супруга! Я вас молю! Адельме возвратите ее свободу! И я прошу о том же! Пусть она уйдет свободной! В такой счастливый день своих щедрот я верить не могу! Одной свободы мало! Я возвращу Адельме вновь отнятое царство! Молодец, старик! Пусть выберет себе супруга, чтоб с ним благоразумно, мудро, а не слепо, не дерзостно страною управлять! О, государь мой! Слишком смущена раскаянье, несчастная Адельма! Моя любовь мешает мне понять и оценить благодеяние ваше! Но время просветит усталый ум! Теперь же я способна только плакать! Нет сил! Держа! Благоразумная, блядь! Благоразумная, блядь! КОНЕЦ Кривур Хан Астраханский! Вива! Кривур Хан Астраханский! Вива! Он мой отец! Он мой сын! Он мой сын! Он будет счастлив, твой калаф! И ты порадуйся, ты снова царь! Твоя земля свободна! Этот варвар Хивинский хан жестоко управлял твоей страной и от руки вассалов, не вынесших свирепой тирании, пал мёртвым! А скипетр державный твой, твоим министром для тебя был сохранён! В барах выносит скипетр. Это простая теннисная ракета. Тимур целует этот символ власти и начинает ответную речь. О-о-о-о-о! Туран-дот! О-о-о-о-о! О-о-о-о! Цирк! Да брось ты плакать! Что, жертвенник готов? Готов! Ну, храм, храм, храм! Процессия направляется в храм. Впереди жених и невеста. За ними император со своими верными министрами. А далее рабыни под командой Труфальдино. Калов преклоняет колени пред алтарем. О, ну, мы вечные, к вам простираю руки. Вам мои восторги, к вам мои благодарения. Верховный жрец начинает обряд венчания. Все актеры выходят на просцениум. Принц Калов жизнь свою не пожалел из-за любви ко мне. Его министр, для счастья господина своего, пошел на смерть. А тот старик несчастный ради сына близко видел смерть. А женщина, которая была мне скорее подругой, чем рабыней. Меня же предавать решилась в течение шести картин. Узнайте же, любезные мужчины, что я вас всех люблю. И вновь взлетают в воздух разноцветные легкие ткани. Актеры снимают театральные костюмы. Плащ Адельма становится обыкновенным шарфом. Одеяние Тимура простой скатертью. И мы опять видим актрис в бальных туалетах, актеров во фрагах. Взявшись за руки, мы покидаем сцену, посылая прощальные поклоны тем, кто побывал с нами в чудесном мире театра, в чудесном мире сказки. Представление сказки Карла Гоци Принцесса Турандот ОКОНЧЕНО! ОКОНЧЕНО! ОКОНЧЕНО!